Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас очень интересный гость. Физик, блогер, популяризатор науки и автор канала «Физика от Побединского». Я не знаю, что будет, как пойдет. Может быть, мы сейчас начнут друг другу волосы рвать. Зим, объясни с точки зрения физики вот всю вот эту сейчас повальную магическое такое мышление. Веди порчу сейчас на хомяканах. Главное не мракобесить. То же самое с гороскопами. Там, допустим, я должна верить в фазу ретроградного Меркурия. Ну, а каков механизм? История физики, что она зародилась именно от магии. Вот очень тонкая штука. Мы просто вместе с вами, вместе с Дмитрием попробуем разобраться. Мы интересуемся. Это все может быть и не может быть одновременно. Дорогие друзья, всем привет! С вами Катя Инберг. Наталья Рос. В нашей программе «А я не договорила». И сегодня у нас очень интересный гость. Дмитрий Побединский. Физик, блогер, популяризатор науки и автор канала «Физика от Побединского». Сегодня у нас очень интересная тема. Мы поговорим о явлениях эзотерических и магических с точки зрения науки. Мы попробуем все вместе с вами и со зрителями нашими дорогими разобраться, что же действительно является истиной с научной точки зрения, а что нет. Ну, физика и магия, да? Физика и магия. Что у них общего? Магическое мышление. Магическое мышление и критическое мышление. И, дорогие друзья, небольшой дисклеймер. Мы не хотим ни в коем случае оскорбить чувств верующих, тех, кто действительно верит в эзотерику, тех, кто практикует, потому что нам с Катей близко и то и другое. Поэтому мы просто вместе с вами, вместе с Дмитрием попробуем разобраться. Мы интересуемся. Мы просто да. Дим, пару слов. Привет. Я хочу сказать, что я никогда таким не занимался особо, никогда не вступал в такие разговоры, может, там, выяснения, полемику. Поэтому я не знаю, как будет. Вот. Это такой, можно сказать, эксперимент. Поэтому тоже заранее хочу предупредить, какой-то дисклеймер поставить, что я не знаю, что будет, как пойдет. Может быть, мы сейчас начнем друг другу волосы рвать и все, и друг друга. Я не знаю. А может быть, действительно получится как-то вот тихо, спокойно, обстоятельно разобраться в той или иной вещи. Конечно. Главное, не мракобесить, как написано у тебя на футболке. Главное, да. И замечательного фонда «Антон тот рядом». Помощь детишкам с особенностями в развитии. Друзья, ну что, погнали? Начинаем. Начинаем. Итак, Дим, у меня, конечно же, первый вопрос. Это герметизм. Ты знаком, да, с герметизмом? Без понятия, что это такое. Ну, дорогие друзья, герметизм – это совокупность древних… А колобоз их откачивают, да? Да, да, да. Это про воздух. Это совокупность древних эзотерических традиций, внимание, включающих в себя мистико-философские, алхимические и астрологические, магические учения и тексты. В основе герметизма лежат несколько принципов. Как и мне, когда я там, да, вот это искала, интересовалась. Они очень созвучны с физикой. Я их сейчас зачитаю. В основе герметизма лежат несколько принципов. Принцип ментализма, принцип аналогии или соответствия, принцип вибрации, то, что, да, у нас есть в физике, принцип полярности, принцип ритма, принцип причинности, следствия и принцип двойственности активного и пассивного начала. Из этого следует, что физика, возможно, дорогие друзья, мы сейчас все вместе разбираемся, зародилась на основе магии. Знаешь, когда химия вышла от алхимии, это возможно так рассмотреть с точки зрения, что вот точные науки, они выросли как раз-таки из, вот, знаешь, когда человек изучал природу, что-то там вот придумывал, астрология, алхимия. Есть вытекающая история в физике, что она зародилась именно от магии? Ну, если говорить о возникновении физики, то предшествовала ей действительно алхимия, но не нужно считать, что алхимия – это что-то магическое, типа из Гарри Поттера что-то. А алхимия – это такая пронаука, пренаука, и там в чем был недостаток перед, в точности, в достоверность перед наукой, в том, что это были, по сути, какие-то, не то чтобы самоучки, но какие-то индивидуальные авторы, которые не обменивались, или был очень затруднен обмен опытом, было очень затруднено повторяемость экспериментов, потому что были не очень точные приборы, и, собственно, сама по себе понятийный аппарат был недостаточно точным. И вследствие этого не удавалось, вот, собственно, те эксперименты, которые они там проводили, в основном это были какие-то химические, в основном это превращения, не удавалось повторять вот прям достоверно и от одного человека к другому. были какие-то погрешности, ошибки, вот, собственно... Ну, и к тому же, действительно, еще было мало известно каких-то вот закономерностей, которые действительно работают. Поэтому, может быть, и выглядело это как что-то необычное, что-то появляющееся из ниоткуда и не имеющее какого-то объяснения. Где-то в эти времена это появилось, ну, можно сказать, конец 16-го, начало 17-го века. Вот наука в том виде, в котором она сейчас существует. И, да, предшествовало... Вот по-английски PhD. Вот сейчас у нас есть... А, да, ученая степень. Доктор наук, там, кандидат у нас есть. А вот в западной, вот, собственно, традиции, там... Традиции это можно назвать, не знаю, но PhD, то есть доктор натуральной философии. А, натуральной. А, как интересно. Именно философии. Нет, философии доктор. Нет, просто доктор философии. И его, собственно, физики, они получают PhD. Как интересно. И, то есть, вот физика, она как будто бы еще из философии вышла. А это, собственно... Ну, это вообще отдельная история, что такое философия. У меня всегда с этим трудности. Потому что это какие-то, конечно, пространные рассуждения о том, как устроен мир, собственно. А философия – это и математика, это и культура, и чуть-чуть религии можно захватить, конечно же. Вот отсюда произошла физика. То есть, это не из чего-то такого, что вот мы там колдовали, смешивали какие-то склянки-пробирки, что-то получалось. Не совсем. Все-таки это плавно наращивалась точность, наращивалась достоверность данных, наращивалась, собственно, обмен, собственно, идеями между людьми. И в какой-то момент это все так вжук и склеилось. Эволюция такая произошла. Ну, типа того, да. Ну, можно сказать так, да. Нет такого, что был средневековье какое-то. Ну, да, да. А потом раз в следующий... Все, со следующего года у нас наука. Такого не было. Но все это было как, грубо говоря, эксперимент. Люди пробовали, экспериментировали, и такие говорят, так, все, это не работает. Нет, ваши философские камни не существуют. Это, наверное, философия души. Как я считаю, алхимия философского камня на самом деле не было. Аллегория. Это просто аллегория, да, что должен прийти несколько стадий. Там есть стадия негреда, альбеда, рубеда, цитринитус. И последняя стадия – это рубеда. Это красная стадия. И через все стадии человек приходит к высшему сознанию своего «я». Это опус магнум, дорогие друзья. Вот такая немножечко ставка про алхимию. Да, и очень интересно, что, с одной стороны, наука эволюционировала, и мы понимаем, что, наверное, может наступить такой момент, когда мы поймем, что те постулаты, по которым мы даже сейчас живем, может быть, в какой-то квантовой физике, они могут оказаться неверными. Ученые допускают такую возможность? Допускают ли возможность, что физические законы могут быть неверны? Да, как раньше, именно по временной шкале. Ну, тут вот нельзя так утверждать. Ну, вот очень тонкая штука, не только я так считаю, в принципе, что наука чем занимается? Она строит модели. Модели тех или иных процессов, явлений, которые имеют ту или иную точность. То есть вот в физике, допустим, Эйнштейн придумал теорию относительности. Вот эта модель, которая описывает наш мир, там вообще четыре измерения, и все такие, о, ты что придумал вообще такого? Но это набор правил, набор законов, формул, которые, да, могут быть непонятны, могут быть какие-то сложные, странные, но если в них подставить какие-то там цифры, получится совпадение с экспериментом. С той или иной точностью, разумеется. И вот такими моделями, собственно, и занимается физика в частности, наука в целом. И можно пойти, опять же, в историю и вспомнить, например, модель, вообще теорию теплорода. Вот как раз таки в 18 веке, почти весь этот век, считалось, вот что такое тепло. Вы наверняка знаете, что такое тепло. Энергия, которая вырабатывается... Но вот есть стакан воды, там у него температура 50 градусов, а есть стакан воды 20 градусов. В чем разница? У меня по физике было 3. Мне кажется, у них вес разный. Который теплее, он должен быть тяжелее из-за количества энергии тепла. Нет? Ну, там есть такое, да, это как раз-таки следствие теоретно-носительности, дефект массы, но это не самое важное. Тепло, вообще все тепловые явления описываются движением молекул. Собственно, чем горячее тело, тем быстрее молекулы просто движутся, и все. И вот, собственно, если мы соприкасаем горячее-холодное, то тогда молекулы бьются и от горячего тела разгоняют молекулы более холодного тела. Это вот молекулярно-кинетическая теория, и сейчас, собственно, так все тепловые явления и описываются. Но в 18 веке считали, что тепло – это некая невесомая жидкость какая-то, которая растворена в предмете, ну, в твердых телах, в газах, неважно. Эту жидкость называли либо калория, либо теплород. Вот, там в разных языках по-разному. И, собственно, на основе вот этого предположения была создана теория теплорода, которая неплохо работала и неплохо объясняла всякие явления. То есть, например, мы там чай себе заварили, соответственно, чай поставили на стол, чай остывает. Почему? Потому что теплород уходит вместе с парой, мы же видим этот пар, уходит, значит, куда-то воздух, а причем в воздухе теплорода становится больше, соответственно, воздух расширяется. А если он расширяется, он поднимается вверх, собственно, вот у нас горячий воздух поднимается вверх, мы действительно это видим, воздушные шары надуваем и так далее. Эта теория много чего объясняла, и на ее основе много чего создавалось. Все паровые машины начала промышленной революции, собственно, на рубеже 18-19 веков, они на основе этой теории созданы. То есть, соответственно, и развитие производства, там, мануфактуры, и паровозы, и так далее, и так далее, все на основе, по сути, неправильной теории создана. Но все же работает. Круто, да. Но все же работает. Но сейчас мы понимаем, что никакого теплорода, это какой-то невесомый флюид не существует. Это просто движение молекул. И вот получается так, что физики тех времен придумали какую-то модель. И с какой-то точностью она работала. И до какой-то поры до времени эта точность их устраивала. И раз это работает, ну, пускай мы будем считать так. И вот тогда считали так. Потом оказалось, что есть более точная модель. И перешли на нее. По сути, есть момент, что сейчас даже ученые, которые открывают новые возможности и горизонты, это тоже может быть ошибочно. Ну, в принципе. Может такое быть. Или не точно. Или не точно. Мне кажется, ошибочно, это не совсем корректное слово. Это может быть чуть-чуть не точно. Вот так вот. Чуть-чуть не точно. Потому что, может быть, появится какая-то другая теория. Собственно, физика сейчас над этим работает. Другая система вообще. Другая система понятий. Другой подход, да. Но он не будет отменять предыдущего. Все. Понятно. Просто предыдущий. Окажется, что предыдущий был не такой точный. Мы просто придумываем теорию, которая будет еще более точной. Никто не скажет, как же мы ошибались. Поэтому физики не считают, что сейчас их законы могут оказаться ошибочными. Они работают, но с какой-то точностью. Мы сейчас говорили о том, что действительно наука эволюционировала. Ты сделала нам ретроспективу с XVI века. Тему, которую начали как раз про алхимию и так далее. Вроде как эволюция именно науки и развитие идет, но по-прежнему люди верят в силу камней, в силу Луны. Заряжают кристаллы на Луну, заговаривают воду. Стрижка на фазу Луны. Мы понимаем, что это какие-то био, возможно, физические процессы. Мы действительно зависим от Луны. Луны, наверное, мы зависим, да, Дима? Да, там женские какие-то циклы. Да, все остальное. Вот объясни с точки зрения физики. Что это может быть? Ты же тоже видишь, очень много про это говорят. Что здесь нужно пошептать на воду. Я вообще считаю... Зарядить кристаллы. Да, да не можешь ты зарядить. Но ты не можешь зарядить воду с точки... Я так думаю. Я не знаю, я могу ошибаться. Это, да, теория. Сейчас разберемся. Да, сейчас будем разбираться. Все может быть и не может быть одновременно. Дима, объясни с точки зрения физики вот все вот эту сейчас повальную, магическое такое мышление, заряжание всего. Какая-то мода, возможно, да. Ну, мы с вами живем в разных информационных пузырях. Поэтому я сейчас... Вы говорите, типа, все, объясни мне все. А что все? Я не знаю все. Я знаю, что гороскопы люди читают. Ну, давай начнем с астрологии. Влияние планет на нас. Ну, его не существует. Ну, вот какие-нибудь аргументы подкинь. Никаких аргументов. Просто это не работает и все. Истина. А какие аргументы, что это работает? Вот, кстати, да. А это тоже интересный момент. Вы сначала мне докажите, как это работает, а потом это обсудим. Давай, смотри. Например, человек читает свой гороскоп и видит, о, сходится, сходится, сходится. Это про меня. И так у какого-то там процента людей. Это теория вероятности, что совпало? Это могут быть когнитивные искажения. Есть вот очень хороший классный пример. Это систематическая ошибка выжившего. Так она называется. И очень прикольный пример про дельфинов. Расскажи. Вы знаете, вот дельфины. Расскажи. Добрые дельфины вообще, да? Нет, вообще есть, я знаю. Нет, есть. Ходят случаи, что дельфины устраивают оргии. Простите. Ну, вот, если человеку унесло в море, собственно, да, и вот его какая-то стая дельфинов там спасает и несет, собственно, и к берегу приносит. Сколько мы таких историй слышали. И создается впечатление, что дельфины такие добрые, помогают людям и вообще молодцы. Но, к сожалению, это ошибка выжившего, потому что мы лишены возможности услышать истории людей, которых дельфины, наоборот, унесли в море, там, съели, там. Или от лица дельфина, что они. Интервью. Да, утопили, собственно, там, напоили соленой водой, короче, ну, что угодно. Изнасиловали. Да. Играли. Мы, кстати, читали. Как дельфины изнасиловали чайкой, играли им как мечом. Ну, вот, ну, кстати, вот, да, видите, уже копится статистика наблюдательная, и вот не такие, они прям такие лапочки, эти дельфины оказываются. А это вот пример того, что вот, ну, из-за того, что у нас есть неполная выборка, собственно, мы такое ложное утверждение у себя вырисовываем в голове. Или вот я еще такое рассматривал, ну, по-моему, это тоже работает, что вот если какой-нибудь алкаш, значит, напился и из окна выпрыгнул, и он, значит, упал, значит, потом встал и пошел, типа. Да. И он ничего не сломал, значит, ничего у него не сотрясение, и все. И он такой прям просто пуль неприбиваемый какой-то. Это, скорее всего, это тоже ошибка отбора, потому что вот именно такие случаи, они попадают в заголовки там местных газет, там, если с камер видеонаблюдения, потом это в соцсетях распространяется. Но вот случай, когда действительно он упал и разбился, он тривиальный, и он не получает огласки. И скорее... Это обычка. Да, и таких случаев больше. И просто если мы возьмем... И вот у нас получается искажение выборки. Потому что мы видим одни случаи, но не видим других случаев. Интересно. И получается, что вот на основе вот этих вот случаев, которые мы видим, мы строим ложное предположение. А на самом-то деле нужно более широко рассматривать то или иное явление. То есть гороскопы отметаем? То же самое и с гороскопами. Да, мне там один раз повезло, может быть, второй раз, да, и я эти моменты подмечаю. То же самое с вот этими. Если вот я, допустим, мы сейчас обсуждаем, там, не знаю, там, какой-нибудь увлажнитель воздуха, да, и я потом захожу, и мне в это... Начинают предлагать... Кстати, хотел это спросить. Контекстная реклама, типа, увлажнитель воздуха. Мы такое постоянно замечаем. Но мы не замечаем тех случаев, когда мы что-то обсуждали, а потом контекстная реклама предлагала другое. Ну, потому что это, ну, это как-то не цепляет нас совершенно. Ну, с астрологией мы разобрались, и, наверное, назовем... Да, ничем они разобрались. Да, ничем они разобрались. Ну, как? Нет, мы, по крайней мере... Мы с точки зрения, понимаешь, Дим, хотим... Я почему, да, понятно, что я и тоже делала там и натальную карту, или еще что-то, но у меня есть также, я считаю, и хорошо... Критическое мышление. Критическое мышление, Дим. Почему, допустим, я должна верить в фазу ретроградного Меркурия? Хотя тысячу раз я изучала, что Меркурий не движется назад. Ну, как бы астрологи тоже это говорят. Почему ретроград, да? Почему там... Нет, нет, почему? Он там как-то там по какой-то системе... Мы не можем это, знаешь, там, типа, увидеть, что он действительно как-то там... Можем, почему? Вообще ретроградный Меркурий – это научный термин вообще. Да ладно. Расскажи про это, очень интересно. Вообще, вот как, я просто слышала, что он вообще никак ничего не повлияет. Нет, смотри, просто... Просто движется... Ну, вот, это чисто математика. Мы можем сейчас просто задачу по геометрии из восьмого... Это задача по геометрии из восьмого класса. Вот, собственно, и Солнце, вокруг движутся, значит, планеты, и просто движется Земля, и движется, ну, Меркурий. Меркурий, ну, да, там неважно, дальше или ближе. И фишка в том, что они движутся с разными скоростями. Ну, и если прям очень упростить, иногда бывает, что визуально как бы Земля, типа, обгоняет... Ну, Меркурий обгоняет Землю, и тогда он движется как бы вперед. А бывает, что наоборот, как бы, ну, Земля обгоняет Меркурий. Ну, там вот в движении, там, угловом, условно, относительно. И тогда нам визуально кажется, что он по небу пошел в другую сторону. Это не Меркурий вокруг Солнца начал двигаться в обратную сторону. А что это? Это мы видим, что он изо дня в день, мы наблюдаем за точкой, ну, Меркурия вот эта, да? И из ночи в ночь, точнее. Точнее, из вечера в вечер, потому что он же рядом с Солнцем, его видно только вечером или утром. Значит, из вечера в вечер, допустим, мы видим, что Меркурий такой тык-тык-тык-тык, ну, один вечер здесь, потом там, потом там, потом там. И вот мы видим, что он как-то перемещается, да? А потом он почему-то в какой-то день останавливается, и на следующий день он начинает идти обратно. Это просто визуально нам кажется, это относительное положение планет друг относительно друга. И нам кажется, что он на небе начал двигаться в обратную сторону. Хотя на самом деле просто, ну, они же все друг относительно другу движутся, и может положение их меняться вот на небе. Вот он виновник всех несчастий. Ну, это кажется, это же ты сам себя, да, походу, настраиваешь. Это кажущееся движение планеты на нашем небосводе. И получается, кажущийся эффект движения этой планеты на нашем небосводе. Потому что ретроградная Меркурия тоже как мем какой-то превратилась, и все обвиняются в своей незначе. Луна влияет? Ну, ретроградное движение – это, ну, это такой астрономический термин. А Луна влияет? А Луна никак не влияет. На человека? Никак. Вообще? Ну, а каков механизм? Ну, на прилив она повлияла? Ну, прилив влияет. Ну, а как прилив влияет на человека? А вспышки солнечные? Ну, только что, только я... Хочу все знать, что ты победим. Луна влияет на то, насколько человек мокрый. Это как? Это как? Ну, потому что если он встанет в воду, и прилив, он станет мокрым. Вот и все. А, ну, типа на психику. Есть какие-то там... Ну, смотрите, допустим, существует какое-то явление, которое мы физически как-то еще не можем объяснить. Может быть, есть какие-то там поля, я не знаю, какие-то, да, вот что-то такое. Ну, хорошо, допустим, мы еще не понимаем, как эти поля работают. Но давайте тогда проведем какой-то статистический эксперимент. Возьмем, не знаю, тысячу человек и будем следить за их здоровьем. Вот, собственно, мы знаем, что Луна, вот у нее есть циклы, да, там, собственно, там, месяц, вот это все, полнолуние, все дела. И посмотрим на большой выборке, не на одном человеке, потому что есть очень много факторов, которые могут влиять на самочувствие. Там, да, поругался с кем-то на работе, съел какой-то там просроченный йогурт какой-то. Просто грустно. И так, да, да-да, посмотрел передачу какую-нибудь, да, там, последний герой закрыли. Я не знаю, ну, что-нибудь такое. Совершенно разные штуки. Да-да-да. Другой сферы, другой сферы и так далее, и так далее. И тогда мы усредним все вот эти вот искажающие параметры, и есть шанс, что мы вот как-то плюс-минус объективно сможем понять, есть влияние этой такой какой-то штуки или нет. На магнитные бури. То же самое, вот да, вот типа, ой, у меня там суставы, блядь, не обнаружено, собственно, нет экспериментов, которые подтверждают, вот такие вот статистические на большой выборке людей, которые подтверждают, что магнитные бури как-то влияют на здоровье. И просто нет, нет, нет этих, нет таких экспериментов. Интересно. Ну вот из самых таких базовых, значит, астрологию разобрали, заряжать кристаллы и заговаривать воду. Вот, наверное, два самых распространенных. Ты же видел, да, этот фильм, который был про воду? А, фильм BBC «Вода». Помнишь? Это же, ты не видел его этот фильм? А, ну я вот что-то слышал, что вот, значит, воду замораживали, ее замораживали, когда играла классическая музыка, ее замораживали, когда играла хард-рок какой-то и так далее. И тогда классическая музыка, аккуратные кристаллы вырастали какие-то, а, собственно, когда хэви-металл и что-то такое. Ну, такая безобразная структура, как говорили. Решетка начала сразу. Да, капула. И я не совсем понимаю, а что этот эксперимент нам показывает. А что, вода, которая замерзла криво, она хуже получается? Почему? Нет, ну вот это вопрос о структуре воды. Типа ломается, да, там кристаллическая решетка воды, типа, ломается. Из-за звука. Замерзшей. Да. Ну, хорошо, допустим, кристаллическая решетка сломалась. А что, это плохо? Ну вот. Ну вот здесь тоже, смотри, момент есть такой, что ты... Музыка, допустим, еще один пример словом. Ты говоришь какое-то слово в воде, там, шептать на воду. Вот в эзотерике есть такое понятие, да, там, мой день будет, там, полный любви, что-нибудь такое. И все, и вода принимает от голоса структуру информации, то есть вода как проводник информации считается. Так. Можно ли это с научной точки зрения как-то обосновать, доказать? Вот есть эксперимент с рисом японского ученого. Не слышал про него, нет? А что там? Ну, когда было 4 стакана с рисом, 4 стакана с рисом заполнили водой. Из одного источника вода один тот же рис, один те же стаканы. Поставили на стол. И один человек заходил каждый день в эту комнату и говорил одному стакану «я люблю тебя», другому «спасибо», третьему «я ненавижу тебя», четвертый «игнорировал». Что, сгнили? Ну, да, последний подгнили немножко, конечно, который «я люблю тебя», рис пророс, заколосился, который «спасибо», он немножко забродил, такой приятный, пряный какой-то аромат у него был, «я ненавижу тебя», «черная плесень», «игнор», «зеленая плесень». Вот казалось бы. А факты? Ну, это... Ну, прям эксперимент, в котором мы получили прям то, что хотели, как будто бы. Типа такого. И многие это повторили у себя дома, грубо говоря, на ютубе, можно посмотреть эксперимент. То есть, эксперимент с рисом и водой. Да. Дим, рис поставим. И что, и сработало? Лично мы с Катей не экспериментировали с рисом. Ну, хороший, кстати, пример. И что на ютубе там говорят? Ну, и все, у всех одинаковая выборка, типа, смотрите, реально здесь плесень, а здесь проросло. Вот кому я говорила «я люблю тебя», вот, типа, благостная энергия слова любви или благодарности. Что ты думаешь об этом? Как это вот? Так, ну, во-первых, сразу можно прориск, который игнорировали. Если его не трогали, то тогда, очевидно, это другое условие, потому что его не перемешивали, не открывали. Ну, кстати, да. Вот это уже не чистый эксперимент. А что касается других, тут нужно смотреть какие-то детали, почему так могло получиться. Но что-то мне подсказывает, что сильно искажено все это. Кто эти люди, которые проводят этот эксперимент и выкладывают это на ютуб? Может быть, те люди, которые верят в то, что сейчас у меня получится вот это вот. Ну, да, так и есть, да. Когда человек, который верит, что у него сейчас рис прорастет, там, где хорошие слова, и там загнили, где плохие слова, если он провел этот эксперимент, и у него не получилось, он просто не будет выкладывать. Он это не будет выкладывать. Опять же, ошибка отбора, видите? Это ошибка отбора. Просто мы имеем ограниченную выборку. Те люди, которые в это верят, они просто не будут выкладывать. И мы имеем результаты только положительные, пожалуйста. Слушай, Дима, расскажи, пожалуйста, про места силы. Знаешь, вот есть тоже места силы, они как-то одно место, назовем так, заряжено, потому что там сломка коры тектонических, и там идет энергия. А вот здесь на этом месте было кладбище, а вот здесь мы едем, там, не знаю, заряжаемся от земли. Расскажи про это, есть ли действительно места силы, как называемые, на которые люди ездят заряжаться и исправлять свою энергию? Земля может давать вот эти, на тектонических вот этих слоях какой-то... Алтай считается, филетская розетка. Да, там что-то... Или есть такое, в народе говорят, о, гиблое место, какой-то там на дороге участок, где все разбиваются. Ну, могу сказать про Бермудский треугольник. Вот, что, значит, где он находится? Он находится там, где, ну, вот южное побережье США, значит, восточное, Мексика, ну, и там, собственно, довольно-таки интенсивное движение воздушных судов, очень много кораблей, ну, в общем, интенсивный, просто большой трафик там. И просто чисто статистически так получается, что там больше всего катастроф происходит, потому что там просто больше всего самолетов, кораблей. Все. Просто потому что они... Просто потому что их там больше всего, чем в других местах на Земле. То есть это не потому что там магнитное что-то влияет на датчики. Нет, просто это статистически... Да, статистически обнаружили, что, собственно, да, как-то там слишком много аварий каких-то. И, как правило, конечно же, бывает, что странные происшествия происходят. Особенно, когда еще не было ни GPS, ни связи спутниковые, и так далее, и так далее. Пропал с радаров. Вот, да, да, да. И это связано с тем, что их просто там много. Вот и все. И нет вот этого какого-нибудь излома на Карино-Бали. Да нет, конечно. Да. Потом точка сборки пирамиды Майя, пирамиды в Египте, что там что-то такое. Кстати, у меня интересный вопрос. Ты веришь в эти, как сказать их, атомы? Хотел сказать, знаете... В атомы? Атомы, да. В Атлантиду и богов, которые как бы когда-то создали высший разум. Знаешь, который предшественник был до примитивного разума. Вот такие вот теории. Что был кто-то, что здесь сделал и пирамиды, и сделал какие-то архитектурные постройки, которые в принципе... Опережали время. Опережали время. А археологические новинки, которые нам показывают... Вот как ты к этому относишься? Какому-то, да, такому... Про цивилизации, наверное. Ну, а вы как считаете, как я к этому отношусь? Ну, я верю в атом. Они выплатили все. Закрыли программу. Вот прежде чем искать какое-то мистическое объяснение, прежде надо поискать какое-то более приземленное объяснение. Просто мистический подход, мистическое мышление дает нам быстрый и удовлетворительный ответ. Не знаю, мне кажется, это как с наркотиками. Что, типа, быстро ты получил вот что хотел, и все. И потом подсаживаешься, и не можешь остановиться. Вот. И вот так же и с мистическим мышлением. Что вот нам сказали, что данные планетя построили пирамиды. Все. Это все объясняет. Ну, классно же. Это все объясняет. Все объясняет именно архитектуру того времени. Как они там эти блоки поднимали. Да неважно, как они их поднимали. Это были инопланетяне. Это гениально. Это просто гениально. Но это просто легкий способ. Легкий способ, но он имеет очень много побочек. Блин, вот реально, как с наркотиками. Вот точно. Крутой пример. Хороший пример. А если, да, вот все-таки искать какое-то объяснение более универсальное, более объективное, что ли, то тогда нужно прикладывать усилия, нужно включать соображалку, да, нужно как-то изучать те или иные аспекты, ну, допустим, пирамиды истории, да, там, культуры, да, собственно, египтян. Как-то, ну, вникать в это дело, трачить на это силы, трачить на это свою энергию и время. Ну, вот это лень человеческая приводит к тому, что вот мы, ну, мистическое мышление так вот, так сильно распространено. Вот сейчас вернемся, да, мне кажется, к магическому мышлению. Этот вопрос, который, даже на заготовке, который я здесь, наверное, буду читать. У нас вообще много в народах есть суеверий, суеверий. Во всем мире причем. Во всем мире порча. Особенно интересует вопрос, я думаю, многих эзотериков порчи из глаз. Энергия является ключевым фактором работы с магией. И квантовая физика также оперирует частицами, которые образуют волны, да. Маг контролирует набор использования энергии при помощи намерения. Таким образом, друзья, на уровне квантовой физики магия вполне укладывается в научную парадигму вот этого вот порчи. Порчи на уровне тонких тел есть не то, что иное, как испорченный ментальный план. Человек, значит, нашептал, отправил. Другой принял, видимо. Другой принял, с точки зрения физики, с глаз и порчи как бы не существует, но вот эту энергию, которую ты посылаешь, если ты испорченный материал, она на тебя действует. Господи, я вот вообще вот с этими порча и магия. Концепция ясна, в принципе. Да, порча, магия, вот это колдовство, в которое у нас повсеместно работает и очень в это верят, на этом зарабатывают деньги. Огромная причина. Да, что типа вот объясни людям, я сама хочу понять, мы все хотим понять, как это действительно, Дим, работает или не работает. Вот у тебя кто-то там, не знаю. Нашептал. Нашептал пошел. А вы сталкивались с порчащей когда-нибудь? Ну, мне рассказывали. Ну, да, 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 то есть веры лично нет. Да, ну, там рассказывали, что вот у человека, смотри, под каким-то влиянием какого-то мага просто начался какой-нибудь, не знаю. Черная полоса. Черная полоса. Вот энергия может, Дим, влиять. А он уверен, что это под влиянием именно черного мага? Ну, по идее, да. Ну, вот по идее. А как это выяснить? Вот никак это не выяснить. А как он выясняет? Он идет к магу и тот говорит, что на тебе порча, я не смею. А понимаешь, вот с точки зрения физики, энергию на другого можно негативную, если вот простым тупым вопросом? Сейчас спрошу. Да, конечно, нет. Ну, что за... Ну, расскажи, только людей в это верят. Нет, нельзя. Ну, типа... А почему? Почему? Потому что не существует такого. Ну, в смысле... А можно ли... А можно ли, не знаю, я сейчас силой мысли подниму вот этот столик? Ну, хорошо. Смотри. Можно? Нет. Как это называется? Левитация. Телекинез. Или что это называется? Телепа... Нет, телекинез, наверное, да? Перемещение предметов. Силой мысли. Почему я не могу... Вот хороший тоже пример. Ну, подожди. Сквозь стену. Да, Наташа. Пройти сквозь стену. Да, пожалуйста. Афатон может сквозь стену пролететь. Ну, если она прозрачная, то без проблем. Ну, ладно. Нет, ну... Вернемся к порче. Вернемся. Вернемся к порче. Смотри, типа, есть, ну, как называется, сила слова? Назовем так. Ну, да, это же тоже волна какая-то. Это волна. Можно ли на человека наслать порчу? И он, не знаю, заболел. И не знаю, Дим, ну, правда, я с тобой вместе ищу, потому что я слышу ту сторону людей. Да, интересно. И мне интересна твоя сторона. И я сейчас хочу как-то... Панораму дать просто. Панораму энергии можно послать на другого человека. Но я говорю, что нельзя. Вас не устраивает этот ответ. А почему? Почему не устраивает? Потому что не существует такой энергии. Вас обманули. А, в общем, ребят. Вас просто надули. Спокойствие портили. Слушай, хорошо. Но существует энергия, чтобы я силой мысли поднял этот стол. Существует такая энергия? Почему это не вызывает вопрос, что, наверное, такой энергии не существует? Я поняла, Дим, я понимаю, конечно. Так может быть, тогда и вот той энергии, о которой говорят маги и накладывают порчи, может быть, ее тоже не существует? Ну, как-то вот задаться таким вопросом, разве нельзя? Почему такой вопрос не может быть? Ну вот, маг, расскажи мне, а что это за энергия? А с чего ты взял, что она есть? Докажи мне, что эта энергия существует. Наведи порчу сейчас на хомяка, напомню, да? Чтобы он там, не знаю, чтобы он обкакался сейчас, условно говоря, да? Вот прям давай, сделаем это. Тогда, да, и если он действительно эту энергию применит как-то, вот тогда и поговорим. Хорошо. В 20-е годы, когда был Рерик, Блавацкий и все остальные интересовались опять магическими этими кружками, и выходцем и любителем таких же магических кружков был Михаил Чехов, который в итоге сделал свою театральную школу. Она у него построена на мысль, чувство действия. И, допустим, в актерской школе, в которой я была, Ваня Дементьев, привет, очень классно, есть такое упражнение, там один человек отворачивается, второй стоит за ним. Вот к чему я сейчас веду. И без слов вот этот актер, допустим, что-то себе придумал, какую-то эмоцию, допустим, любовь, а этот должен ее почувствовать, понимаешь, да? Со спины? Он оборачивается, да. Он оборачивается, и теперь второй, вот этот наш актер, просто стоит и это излучает, а этот должен догадаться что? Как это работает? Объясни, пожалуйста. Да, хороший пример, кстати. Я тут могу сказать про нейросети. Сейчас мы живем в эпоху развития нейросетей, и, собственно, все пророчат, что сейчас искусственный интеллект просто убьет все профессии, захватит мир, и вообще люди никому не нужны будут. Но тут есть нюанс, что вот насколько сейчас вообще развиты нейросети, как они возникают. Они всегда должны обучаться. Сам процесс обучения супернетривиальная штука, вот когда ребенок, он, собственно, смотрит на картинки, понимает, что это кошка, это собака, это трактор, это еще что-то. Он мало того, что картинки видит, он еще и видит реакцию родителя, свои какие-то ощущения. Он, когда кошка, если вживую видит, он еще и может погладить ее, то есть задействуется совершенно, ну, очень-очень много дополнительных каналов связи, очень много вот каких-то невербальных каких-то сигналов, которые мы даже не замечаем и не ощущаем. Там подмигнул папа там, допустим, когда-то. Это все записывается, это все обучение происходит. И, соответственно, когда в актерском кружке происходит вот такое вот упражнение, то тогда, когда человек поворачивается и кажется, что он просто смотрит, он нифига не просто смотрит. Там происходят какие-то микродвижения, которые может уловить другой человек. Просто актерка в том, чтобы развить в себе, во-первых, именно выразительные средства, какие-то микроскопические выразительные средства тех или иных эмоций, ощущений, впечатлений, действий. И в том числе и развить в себе способность улавливать эти микроскопические штуки, чтобы потом на сцене, что в кадре это передавать. Дима, аргумент с моей стороны тоже. У нас тоже в актерской школе есть такое занятие, но человек, который угадывает эмоции, стоит спиной к тем, кто приходит. Не обязательно лицо видеть, зачем? Это легкое прикосновение, одинаковой интенсивности на плечи человек кладет руки, и, допустим, у одного любовь, у другого недовисти, а у третьего горечь. Ну, какие-то любые полярные эмоции. По рукам, которые кладут на плечо? Они нейтральны, в этом и фишка. Откуда ты знаешь, можно положить так, а можно положить в любовь, и ты кладешь так. Миллиард вариантов. В принципе, ты никогда не анализируешь? Миллиард вариантов. Ну, в том-то и фишка, что плюс-минус все должны класть нейтрально. То есть нет, что там ненависть, это ты должен встать. Ну, это все-таки человек, все-таки нейтрально, он не пологает. Если ему сказали, положи, ты ненавидишь этого человека, но положи нейтрально руку ему на плечо. Если человек действительно хорошо выжился и действительно понял, что он ненавидит, ну, это нейтрально будет То есть ты считаешь, что это все равно микро-какие-то прикосновения, расширение зрачка? Да, мне кажется, в этом и смысл этого упражнения. То есть это не про энергию? В том, чтобы показать это, как бы, чтобы это было нейтрально, но чтобы человек понял, что это. Это в этом же тоже, ну, то есть это упражнение-то для двоих. И вот этот человек, который ненавидит, то он, да, он должен положить руку нейтрально на плечо, но так, чтобы другой человек понял, что это не нейтрально. По микро-каким-то моментам все равно мы надеемся. Это можно так объяснить. Ну, а вот ты чувствуешь, знаешь, когда говорят, ой, я чувствую, вот здесь энергия такая. А, кто-то смотрит на меня со спины, хоп, и ты оборачиваешься. И ты раз оборачиваешься, шипка отбора. Тоже? Потому что мы миллиард раз, на нас кто-то смотрит со спины, но мы этого, ну, мы не обернулись. А, вот именно поэтому. И вдруг, вот знаешь, когда ты ощущаешь, от этого, ну, у человека такая энергия, от этого такая энергия. Тоже. Это твой сферктивный. А, а, там, я не знаю, может быть, друзья, я сейчас ошибаюсь, там, физика, это седьмой класс, плюс на плюс, минус, минус, ну, плюс. Да. Минус на минус, минус на минус дает плюс. И когда, Дима, можем, в теории, мы можем быть, вот я там, допустим, атом. Я же вся из молекул атомов, по сути. Так и есть. И вот мои частицы, допустим, заряжены там положительно. Ты можешь их просто считать или мы не можем, как вот представь, ты один атом, я второй атом, Наташа третий атом. И у нас у всех, ну, там, допустим, разная полярность. Мы можем ли действительно считывать, вот, как знаешь, атомы, вот, энергию? Или мы не можем, как люди, вот, в принципе, ощущать вот эти... Или перезаряжать, как в случае с Порчей. А, или перезаряжать. Да, ты сейчас такой на плюсе. А его раз и на минус, кто-то другой повлиял. Это вот... А вы про корабль Тесея знаете? Нет, рассказывай. Есть, по-моему, легенда вроде, что вот, ну, это что-то древние греческие, древние такие-то там сказания, мифы, что вот... Тесея-то кто? Да, я не помню. Значит, построили корабль. И через какое-то время у него поменяли часть досок там на обшивке. Потом через какое-то время еще другие доски поменяли. Потом там мачты заменили. А потом заменили там штурвал. Руль заменили. Что-то там в трюмах что-то поменяли, бочки. И в итоге через какое-то время оказалось, что вот в этом корабле нет ни одной старой детали. Это все абсолютно новые детали. И возникает вопрос, а это теперь корабль Тесея или это новый корабль? Причем фишка в том, что из старых деталей мы можем, если бы их складировали там где-то на складе, мы можем собрать все очень из такой же корабль получается. Ну да. И тут возникает вопрос, а что мы называем вообще вещами, если эти вещи постоянно обновляются? Отсчитано, что примерно за 10-15 лет все атомы в человеческом организме сменяются другими атомами. Абсолютно все. Новые. Новыми. Все, а старые куда деваются, они что? Растворяются как-то в воздухе. И мы обновляемся на атомном уровне. Как я считаю, да. На атомном уровне просто. А что называет та человека? Это совокупность атомов конкретных или что-то другое? И все атомы, они одинаковые, они неразличимы. Вот у нас есть один атом водорода, там кислорода и другой атом. Они абсолютно идентичны. Нет такого, что вот это мой, и он там фиолетовый, а это твой, и он там синий, допустим, я не знаю. Нет, они все абсолютно одинаковые, их невозможно отличить. И они притягиваются, отталкиваются, взаимодействуют с другом совершенно одинаково. То есть все люди из одного теста атомного? Абсолютно. И мы просто взимодием, а почему такое? И нет такого, что да, мы на физическом уровне как-то что-то чувствуем, что вот есть притяжение, атакивание, какое-то взаимодействие физическое. А что это, знаешь, когда такие ощущения, ты такой, у тебя было или нет такое? Это. И тебе вот некомфортно, что это такое? Или там ворот, ты такой. Это психологический, культурно-социальный феномен. Все, это просто все связано с мозгом и головой. Все здесь, конечно. Абсолютно. Понятно. Следующий вопрос. Сейчас тоже достаточно модная такая тенденция в понятиях о том, что время ускорилось. Сейчас очень многие об этом говорят. Возможно, это какие-то субъективные ощущения. Тоже не мог бы ты раскрыть нам и нашим зрителям эту тему, потому что об этом очень много говорят высокочувствительные люди, которые считывают поле, так сказать, что действительно время ускорилось, пространство уплотняется. Сейчас новая эра и так далее. Водолея. Водолея, в которой события происходят с большей скоростью, карма возвращается быстрее и так далее. Вот скажи, пожалуйста, с точки зрения квантовой, возможно, физики, возможно ли вероятность ускорения времени? Или оно является какой-то константой? Как оно текло тогда? Потому что есть какая-то статья была, не знаю, фейк или нет, что впервые это заметили какие-то греческие монахи на Афоне, что там они молились все время в одно время, и потом они перестали успевать это делать. На физическом уровне время как протекает, так оно и течет. Нам не замечено каких-то искажений в этом плане. Ну, если мы говорим о неподвижной системе отчета, то есть, потому что там в теории относительности время тоже относительно. И где-то оно может протекать быстрее, а где-то медленнее. Но это связано с движением предметов. И чтобы этот эффект почувствовать, нужно разогнаться до скорости, близко к скорости света. Это 300 тысяч км в секунду. Это гигантские скорости, совершенно не бытовые, не обывательские. Поэтому вот такого эффекта физического с каким-то искажением времени на бытовом уровне не существует. Но почему тогда все люди ощущают, о, время ускорилось, мы ничего не успеваем? Да потому что мы сидим все в телефонах, куча информации, и вот так вот все быстро бежит. Если мы сейчас уедем за город или в деревню, и будет долгий день, когда люди встают в 5 утра и начинают делать дела, у них даже депрессии нет, они не сидят. У них просто, знаешь, как в другом мира ощущениям своем. И там время, мне кажется, для них оно идет по-другому и медленно. Это здесь в городе все бежит. Я летом сейчас ездил в Армению, и мы там проводили детский лагерь в, собственно, ну там отель рядом с горнолыжным курортом, и летом там тихо-спокойно, потому что никто не катается. Это твой лагерь? Прости, задам вопрос. Или ты там как... Я там просто ввел занятия, там проводили мы эксперименты, там, собственно, с детьми там мастерили всякие гаджеты физические. И, собственно, там что, Армения, горы, вот. И там совершенно, конечно, по-другому время текло, вот. По ощущениям, конечно же. Это все, конечно же, наши какие-то субъективные ощущения. Когда у нас нет вот этой ленты новостей, когда у нас нет кучи дел, и мы дедлайнов, когда мы не должны что-то успеть сделать, то, ну, наши ощущения меняются просто. Но это только в рамках наших ощущений происходит. Физического здесь ничего... Ну, точнее, здесь все это можно объяснить вот именно вот в этих терминах, не прибегая к физике. Опять же, давайте сначала мы найдем... Рациональное. Максимально скучное объяснение. Давайте мы сначала найдем. А если уж его мы не нашли, ну, вот тогда давайте уже фантазируем что-то дальше. Такое вполне может быть, конечно же. Но начиная, к сожалению... Ну, вот, блин, скучно так. Но, к сожалению, сначала нужно искать максимально скучное объяснение. Вот так. Хорошо. А вот, допустим, есть люди науки. Люди науки, которые сделали много открытий. Эйнштейн, Тесла, Бехтерева об этом много говорила. Вот во всем они видели божественную частицу. Мы сейчас говорим, друзья, мы говорим сейчас не про религию, не затрагиваем никакие моменты. Именно вот этот вопрос Бога в частице, понимаешь, да, что они к этому в итоге и пришли, к этому какому-то великому разуму. Ты, наверное, слышал или читал, когда об этом говорил Тесла, ты точно слышал, что об этом говорил Эйнштейн, и Бехтерева очень много об этом говорила. Что вот это божественное, назовем это скопление, давай как назовем это великий разум, скопление энергии, что оно действительно существует. Как ты к этому относишься? Я не слышал просто о таком. Я тебе скину. Я тебе скину. Просто хорошо, давай подумай, может ли быть какой-то такой мегамозг где-то во Вселенной, а мы с тобой маленькие атомы, которые летим, как, знаешь, такая нейронная сеточка, связь, которая держит наш этот огромный мир. И мы с тобой вот на этом шарике, мы всего лишь атом от этого огромного мозга летим в какое-то пространство. Давай вот так. Ну, начать нужно с того, что мы все-таки не маленький атом. Мы все-таки уже поняли, что мы довольно-таки сложные существа. И это уже не отменить, не надо упрощать так. Соответственно, мы все-таки сложные. Я в теории Вселенного огромного, знаешь, пространства. И можно ли предположить, что существует еще какой-то более масштабный мегамозг, который там всех нас придумал или всеми нами управляет? Творец. Ну, на самом деле, есть... Вот я сейчас делаю ролик про так называемую тонкую настройку Вселенной. Значит, заключается она вот в чем. Есть физические константы. Например, скорость света, она фиксирована. Есть там постоянная планка, она определяет масштаб квантовых явлений. Есть гравитационная постоянная. Вот это констант, которая показывает, насколько большая гравитация. Там заряд электрона. Вот все электроны одинаковые, и они заряжены все одинаковым зарядом. Это как так? Во-первых, как так получилось, что есть какие-то физические константы, которые никак не меняются ни во времени, ни в пространстве? А во-вторых, обнаружили, что если эти константы чуть-чуть поменять, то тогда во Вселенной все процессы будет идти чуть-чуть по-другому. То есть там в звездах будет по-другому идти термоядные реакции. Собственно, пространство будет там по-другому расширяться Вселенная и так далее. И все приведет к тому, что Вселенная либо там не возникнет звезд, не возникнет планеты нас с вами, либо вообще она как-нибудь там схлопнется, даже еще там и галактики не возникнут в ней. И получается, что все вот эти параметры как будто бы очень-очень тонко настроены все эти физические константы, и возникает вопрос, а почему так произошло? Почему в нашей Вселенной вот откуда такое ровное прям попадание? Это даже сравнивая с тем, что... Кто создал эти правила вообще? Знаешь, я называю правильный хаос. Как так? Гармоничный хаос. Почему три... Вот подсчитано, вот в нашей Вселенной три пространственных измерения. Подсчитано, что если пространственных измерений было бы четыре, в принципе ничего в этом такого нет. Нет, ну будет четыре измерения. Длина, ширина, высота и еще какая-нибудь крокота. Нечто. Вот. Собственно, подсчитано, что в таком случае невозможны устойчивые орбиты планет. Ну тогда просто не образовывалось бы ни звезд каких-то, ни планет, ничего не было бы. А вот три измерения, все сработало. Вот как так получилось? И вот... Вот и мы спрашиваем. Вот и мы понимаем, спрашиваем. Это концертные тонкие настройки Вселенной. Это уже выходит за рамки, собственно, физики. Это уже такая метафизика, философия, к религии, может быть, даже ближе. Есть несколько объяснений. Объяснения там есть такие, как мультивселенная, что существует бесчисленное количество Вселенных с разными параметрами. И мы просто оказались в той, где параметры благоприятны для возникновения жизни. А остальные Вселенные там безжизненные, там просто, блин, ничего не происходит. Слушай, а можно сделать какой-то квантовый скачок из одной? Знаешь, там вот типа у нас есть там пятимерная или там, да? Вот можно ли... Я не знаю, правда, вот в плане там, я не знаю, сознания с одной точки перейти там в другую точку. Вот я там с одной точки в другую. Вот люди живут там... Это же сейчас очень модно, кстати. Это тоже есть такая теория, как в фильме «Все одновременно и сразу», или как он называется, где вот в разных пространствах они существуют и перемещаются из одного в другое. в теории с точки зрения физики. Да, может ли быть такое? Ну вот мультивселенные, они на то... Ну еще их называют... Вообще, то, о чем я сейчас сказал, это такая очень концепция пространная. Я еще не до конца разбирался, когда сейчас с этим разбираюсь. Вот где друг относительно друга находятся эти вселенные? Вроде как это можно объяснить тем, что существуют разные вакуумы, как бы с разным уровнем энергии. Это следует там из ландшафта теории струн. В общем, это очень сложная штука. Попозже, попозже, да. Если надо, будет, объясню. Но в общем, смысл в том, что эти вселенные, они разделены независимо друг от друга и никак не пересекаются друг с другом. Потому что если бы вселенные с разными параметрами пересекались бы, то вообще черт знает, что было бы. Вот все-таки они как-то изолированы. Есть и другие объяснения. И вот одно из объяснений, но опять же повторюсь, что это больше метафизика, это как раз-таки существование какого-то создателя, который, собственно, придумал мегамозг, который придумал все эти константы, все эти законы природы, нажал на кнопку, пуск, и все, пошло поехать. Мы погнали, да? Поехали. Мы полетели. Да, да. Единственное, что нужно понимать, что этот создатель, он в дальнейшем не вмешивается в, собственно, течение всех дел. Не вмешивается ли, как мы тоже можем это доказать. Ну, тут такое, что, по-моему, даже есть какое-то математическое доказательство, что если, собственно, все параметры настроены правильно и благоприятствуют к возникновению жизни, то тогда целесообразность вмешательства создателя сводится к нулю. Но зачем ему вмешиваться, если он уже все настроил? Все, настройки пошли. Если он уже, если все работает, что он будет подкручивать? Наоборот, это может привести к какому-то расследованию. Неожиданному сценарию. И это приведет к какому-то рассогласованию, конечно. А так все сработало, и все. Ну вот. Тут еще такое, что, собственно, возникает вопрос, а кто тогда создал этого создателя? Вот это, конечно. Да, это вообще. Я, это, конечно, вопрос. О, и тут начинается, но он же ведь неосязаемый какой-то, да? Но все равно эта неосязаемость должна же по каким-то правилам работать. Как этот мегамозг создан? А кто создал создателя, который создал этого создателя? Это все в бесконечном, да? Мне кажется, это есть какая-то вот эта бесконечная вот эта вот история. Дима, если мы постоянно какая-то вот эта бесконечность, и наш мозг в голове, это и есть тот мозг, вы понимаете? Частичка того высшего мозга. Частичка того высшего мозга. Я говорю про вот эту матрешку. Ой, давайте, хотите я про Больцмановский мозг расскажу? Давай. Мне так нравится эта штука. Я люблю. Короче, вот смотрите, вселенная, мы не знаем, она бесконечна или нет, но, в принципе, она может быть бесконечна. Но считается, что пока что... Ну, допустим, она бесконечна. Соответственно, в ней очень-очень много всяких разных атомов, которые совершенно как-то могут хаотично двигаться. И если она бесконечна, то существует вероятность, не нулевая, что в какой-то области Вселенной эти атомы сложились в какую-то штуку, которая осознала свое существование. Ну, чисто случайно. Так как Вселенная, это бесконечно. Ну, такое может же быть? Вот это называют Больсмановским мозгом. Собственно, когда чисто случайно, совершенно рандомно, Больсмановский, потому что Больсман, он известен по работам в области возвращаясь сначала молекулярно-кинетической теории, то есть движение атомов, описывающее тепловые процессы. Хаотичное движение атомов. Ну вот хаотически так могло возникнуть Больсмановский мозг. И ладно бы этот мозг просто где-то там далеко во Вселенной существовал бы и нас не трогал. Можно пойти дальше в осуждениях и вот что выяснить. А может быть мы являемся не реально физическими объектами, а какими-то, собственно, переживаниями, какими-то с нами в этом Больсмановском мозгу. Гениально. Обожаю просто. Да тогда смотри, я еще, значит, хорошо просто представим. Может быть, что у меня есть вот с ним это, как сказать, это... Прикол-прикол то, что... Не рон, это связь. Прикол то, что создатели не существует в таком случае. Мы просто все порождение случайности, а какой-то вот флуктуации какого-то хаоса. Это тоже интересно. То, что вот мы ищем какого-то вот главного чувака, а может быть, его и не нужно. Может быть, все можно объяснить и без него. А вот эта вот частица бога, которую недавно открыли. Это один журналист. Один журналист придумал такое классное, прикольное название. Ну, оно маркетинг. Да, ну, классно. Вот, но, конечно же, с побочками. Собственно, да, но это позвон Хиггса. Позвон Хиггса обнаружено в 11 или 12-м году на Большом Модерном Коллайдере. Он является... Ну, это такая, может, больше техническая штука, что там придумали теорию в 60-х годах прошлого века. И она очень хорошо работала. Но эта теория предсказывала существование вот этой вот частицы. Ее никак не могли 50 лет обнаружить. А без этой частицы вся теория рушилась бы просто-напросто. Это вот стандартная модель физики элементарных частиц. И ее обнаружили, подтвердили, что все, что мы придумали и все, на что мы надеялись вот эти последние 50 лет, это все правильно. Поэтому эта частица очень важна для теоретической физики. Ну, да, для фундаментальной физики. То есть это не о Боге, а это просто название, может сказать, такое? Это название. Просто название? Да, просто название, конечно. Вообще, на самом деле, эта частица абсолютно бесполезна. Она ничего очень не делает. И ее в природе, ну, по сути, она... Ну, да, у нее нулевая функция в природе. Просто она свидетельствует о том, что теория верна. Но связь-то есть с... Как это сказать? С великим мозгом? Как частица? Вот есть связь? Ну, да, если мы часть всего этого. Ну, тогда мы можем сказать, что есть у каждого... У каждого атома эта связь. Ну, да. Почему мы разграничиваем тогда какую-то частицу, которую обнаружили где-то там в коллайдере на границе Швейцарии и Франции, и между частицей, которые вот сейчас у меня на кончике пальца. Не будем разграничивать. По идее, может быть. Все, по идее, может быть какая-то вот связь с мозгом, с великим... Творцом. Творцом. Такой вопрос, Дим, чего нам ждать вообще в будущем? То есть открытие Эйнштейна, оно перевернуло отчасти представление мира физики о науке. Может ли еще какое-то быть такое открытие, которое перевернет просто еще раз, или выведет на какой-то новый уровень? Дим, я дополню, что нам ждать? Чего ждать? Мы себя уничтожим? Или наоборот разовьем? Как ты предполагаешь? Просто твои мысли, предположения для людей будущего, посыл на нас смотрят? Как вот просто твои размышления об этом? Какой вектор сейчас? Вектор, да. Значит, мне кажется, что здесь нужно воспользоваться теорией игр и выбирать какую-то выигрышную стратегию. Какой будет считаться выигрышная стратегия, та, которая, собственно, будет делать так, что просто хорошо мне будет. Ну, настроение будет хорошее. Да? И что я не буду там загоняться, что я не буду... Ты веришь в он. Да, сидеть в душе и плакать. Чтобы кто-то на меня порчил. Да, вот понимаешь. Вот, то есть мне нужно выиграть какую-то выигрышную стратегию. Для меня выигрышная – это когда я себя хорошо чувствую. Вот, соответственно, если говорить о прогнозировании, то в какую сторону пойдет дальнейшая человеческая цивилизация, то однозначно для меня выигрышная стратегия считать, что, ну, рассматривать это все в позитивном ключе. Вот. Вот видишь, как настроишься. Так и будет. Да, но это больше психологии. Но сегодня мы разобрали очень множество вопросов. Потрясающе просто. Дим, спасибо тебе огромное. И с рекомендациями, мне кажется, которые вы должны смотреть. Вы должны смотреть канал автора и физика от Побединского обязательно этой рекомендации, потому что у нас всегда есть рекомендации людям, которые нас смотрят. Конечно. Но я рекомендую, ребят, смотреть канал от Димы и изучать физику. И что еще? Да не обязательно. Вот смотрите. Давайте раз. У нас есть время, да? У нас вот чуть-чуть есть. Мы всегда, у нас есть совет. Ребятам что смотреть, что изучать. Ну, у тебя потрясающе реально канал. У тебя все четко. Очень насыщенный. Насыщенный. И шоцы есть, и много чего есть, и физика, и 10 вопросов тебе как раз было. Это было классно. И мне кажется, ну, что еще бы ты посоветовал людям, чтобы вот изучать квантовую физику? Физику, может, фильмы? Ну, физик. Может, фильм, может, у тебя книги есть? Ну, если нравится физик, изучайте физику. Если нравится бабочечку изучать, ну, изучайте бабочек. Ну, это твои рекомендации. Главное критически относиться к тем вещам, которые вы изучаете. Нравятся вам карты Таро? Ну, не знаю. Ну, прикольная, может быть, тема. Да, попробуйте. Ну, попробуйте. Ну, просто отнеситесь к этому критически. Ну, просто вот на веру не принимайте. Все. Шарлатанов много. Очень много заблуждений. Очень много когнитивных ошибок, когда мы сами, не осознавая, да, вот, ну, ошибка отбора, допустим, да, нам кажется так, а на самом деле чуть по-другому. Вот просто, ну, не ленитесь, собственно, иногда, а лучше... Чаще, да? А лучше всегда, вот, чуть-чуть мозг-то включить, да. Но порекомендую, что-нибудь. Это, конечно, скучно. Это, конечно, не так интересно. Но благодаря этому вы будете на большой дистанции лучше, счастливее, здоровее жить. Вот и все. Ну, я рекомендую, чтобы они критические мышления развивали. Ну, кроме твоего канала. А, кроме канала? Да, конечно. Фильмы, книги, может, прям реально тебя вау. Может, детишек в твоем воде. Да, детишек кому-то в Грузии интересуются. Ричард Докинс «Эгоистичный ген», значит, книжка. Стиви Хокинг «Краткая история времени». Вот это вообще классно, потому что Хокинг «Краткая история времени» это за минимальное количество времени и вложений, и сил вы получаете максимум знаний, фундаментальных знаний по физике. Это прям суперудобная штука для тех, кто не хочет. Долго сидеть, я так понимаю. Вот вы прочитали? Все, вы уже 50% закрыли. Вот честно. А фильм? Фильмы? Ну, что есть по физике? Ну, «Интерстеллар», сколько там его там... есть много негативных. На самом деле, хороший фильм. Потому что... Копингейм сейчас еще. Автором... Вот автором «Интерстеллар» выступает Кип Торн, это Нобелевский ряд, который... Команда которого обнаружила гравитационные волны. Ну, собственно, это прямо... Слушай, это круто. Умный дядька, да. И оказывается, автором идеи это не Кристофер Нолан был, а вот это Кип Торн. Он просто пришел к этому... Круто. Как он пишет в своей книге, я пришел к Крису, и, собственно, кто за Крис? А, Кристофер. Ну, точно. И я решил, а давай сделаем такой фильм. Он такой, а давай, про черные дыры там. Ну, давай, интересно. Кстати, знаешь, я слышала, что... Прости, перебила. Создатели Симпсонов тоже там какие-то ученые, поэтому те предсказания, которые у них есть, многочисленные на протяжении всего этого мультсериала, так можно сказать, это спрогнозированная аналитическая работа создателей. Рэй Брэдбери, 451 градусов по Фаренгейту. Вообще обалдеть. Он там описывает, ну, чуть ли не то, что вот у нас сейчас есть, какие-то маленькие наушники, которые сейчас... Что это? Там гигантские стены, телевизоры там. А большой брат экрана. Роботы-собаки. Блин, Бостон Дайна. Смотри, классно. Один в один вообще. Не, подожди, ну, Аппингейм. Именно собаки почему-то. Почему именно собаки вообще? Ну, ты захотел. Теория вероятности другого. Сработала. Ну, он просто... Вот, он футуролог. И он просто... Почему есть такие люди, которые хорошо предсказывают будущее? Как устроено общество сейчас? Да. И в какую сторону оно будет двигаться? Ну, плюс-минус технически подкованно. Да. Дима, спасибо тебе огромное за рекомендации, за фильмы и книги, которые ты посоветовал. Спасибо, что ты к нам пришел. Немножко дал нам всем понять и мне, и Наташе, и нашим зрителям разобраться, понять. Вы можете оставаться каждый на своем мнении. Мы просто вот так решили немножко сегодня... Порассуждать. Порассуждать с тобой. Спасибо тебе огромное. Спасибо огромное. Было безумно интересно. Я думаю, нам самим надеемся, что нашим зрителям тоже будет интересно подчеркнуть для себя что-то новое. И что, друзья, включайте критическое мышление. Критическое мышление и любовь. И включайте нашу передачу. Всем спасибо. С вами была Наталья Рос, Екатерина Инберг и Дмитрий Побединский. Всем пока. Спасибо. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok